Здравствуйте! В студии Хамни Гматулин. Сегодня в программе «Экстренный выезд» мы расскажем о том, какие происшествия случились в Обнинске и ближайших городах за эту неделю. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была задержана организованная преступная группа, которая в огромном количестве вывозила продукцию с компанией «Обнинскор Синтез». «Будем резать, будем бить» – драка граждан ближнего зарубежья с применением холодного оружия закончилась для двух мужчин реанимации. Доброе сердце пенсионеров играет на руку преступникам. В Обнинске за эту неделю произошло сразу несколько случаев мошенничеств в отношении пожилых людей. Смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. В ночь с 7 на 8 июля неизвестные ограбили страховую компанию по адресу проспект Ленина 201. Около 9 утра сотрудники, пришедшие на работу, обнаружили, что сломана железная решетка и отжато пластиковое окно первого этажа. В самом офисе преступники вскрыли сейф, похитили ценные документы и деньги в размере 300 тысяч рублей. На здании было оборудовано сигнализацией, но почему-то на момент взлома окна она дала сбой. Прибывшие утром на место стража порядка привели комплекс следственных мероприятий. Еще 30-го 06-го женщина, которая имела дополнительные ключи от квартиры своего отца, проживающего на улице Любова 1-46, проникла к нему домой и украла 22 тысячи рублей. По камерам видеонаблюдения, которые находятся в подъезде, мужчина и опознал свою дочь. Со слов потерпевшего с близкой родственницей, они уже давно не общаются. Мужчина написал заявление в полицию. Ведется расследование. Около 17.00 в торговом центре «Интриумф Плаза» в одном из магазинов спорттоваров, который находится на третьем этаже, произошла кража. Два молодых человека, предположительно несовершеннолетнего возраста, выбрав куртку и носки, одновременно зашли в примерочную, переоделись в новые вещи и попытались скрыться с торгового зала. Но внимательно охранник задержал их на выходе. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. При просмотре видео с камер видеонаблюдения, оказалось, что два дня назад произошла аналогичная кража по такой же схеме. Ущерб составил 3 тысячи 800 рублей. В 19.40 на проспекте Маркса 56 произошло дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение двух автомобилей одной марки «Рено». От комментариев водители отказались. К счастью, в данной аварии пострадавших нет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была задержана организованная преступная группа, которая в огромном количестве вывозила продукцию с компанией «Обнинскорксинтез». Все четверо членов группировки – граждане ближнего зарубежья. Организатором являлся уроженец Узбекистана, главный грузчик на предприятии, который распределял обязанности и реализовывал продукцию. Второй водитель 10-тонного грузовика доставлял продукцию до места сбыта. Остальные два человека работали машинистами автопогрузчика. Они занимались погрузкой продукции. В промежутках между преступлениями группа подельников занималась реализацией пустых палет, за сбыт которых тоже получали неплохую прибыль. Полицейские уже доказали причастность мужчин к совершенным преступлениям. Сейчас в отношении преступников избирается мера посечения. Еще одна кража произошла в компании собутыльников около 13.00 по адресу улицы Парковой, 1-33. После того, как закончились все горячительные напитки, гостеприимный хозяин квартиры достал из комода одну тысячу рублей, и они отправились зад с заправкой. Через некоторое время, придя снова в квартиру, владелец ненадолго отлучился в другую комнату. А когда вернулся, обнаружил, что один из гостей ушел, не попрощавшись. И вместе с ним ушли 8 тысяч рублей. Подозрения были очевидны. Мужчина сразу же обратился в полицию. Невежливого гостя сразу нашли. Задержанный уже не раз был судим за аналогичные преступления. Ведется следствие. Еще 28.06 на улице Любова, 5, около 9 вечера в продуктовый магазин заходят несовершеннолетние подростки, два младых человека и девушка, и совершают два мелких хищения крепкого спиртного. Общая сумма ущерба составила 1300 рублей. Следующая кража алкоголя произошла в торговом центре «Мост». На камере видеонаблюдения видно, что на протяжении двух дней в супермаркет заходят молодые люди, совершают кражу элитного алкоголя. 7 июля мужчинам удалось вынести пять бутылок, а на следующий день ими же было украдено еще две. Как мужчинам удалось остаться незамеченными и принести товар мимо касс, остается загадкой. В 18.00 произошло ДТП на кольцевом движении по проспекту Маркса 73. Выезжая с кругового движения, произошло столкновение двух автомобилей марки Nissan и Hyundai. Девушка за рулем автомобиля Hyundai, видимо, совершила резкий маневр поворота и врезалась в переднюю часть кузова Renault. Причину и виновника аварии установит следствие. В дежурную часть города Обнинска поступило сообщение от пожилого мужчины с проспекта Маркса 104 о том, что у него украли паспорта деньги. По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции было выявлено, что паспорта деньги никуда не исчезали, а лишь находились в кармане пенсионера. После чего мужчина убеждал следователь, что в документах, утверждающих личность, почему-то находятся детские страницы. Там детские, у меня взрослый, у него тут целый паспорт. Позже родственники дедушки сообщили стражам порядка, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. 10 июля в промежутке времени с 7 до 8 утра произошла кража велосипеда. На улице Комсомольская, 45, во втором подъезде, на площадке между третьим и четвертым этажом стоянный пристегнутый велосипед и украсть его злоумышленнику труда не составила. Сумма ущерба устанавливается, ведется следствие. В 13.30 на улице Аксенова, 16, в одном из отделений банка в кассе пересчета сотрудниками была обнаружена фальшивая купюра номиналом в 1000 рублей, плохого качества. По предварительной версии, поддельная банкнота была доставлена из продуктового магазина по улице Энгельса, 10. Сотрудникам по борьбе с экономическими преступлениями предстоит выяснить детали происшествия. 12 июля в полицию обратился 80-летний гражданин Обнинска и сообщил, что путем мошенничества у него украли 463 тысячи рублей. 7 июля, когда мужчина подходил к своему дому на улице Курчатова, 15, к нему обратились двое молодых людей и приставились с переселенцами из Украины и попросили о помощи. По прибытию в следственной противной группе, пожилой мужчина детально рассказал о происшедшем. Пожилого мужчину мошенники отвезли в банк, где он снял все деньги. После этого предложили довезти домой, чтобы мужчина не ходил по улице с такой крупной суммой. Когда машина уже подъехала к подъезду, зломышленники зачем-то попросили сфотографировать купюры и вернули деньги обратно. Фотографирует, мне отдает. Вроде бы все на глазах, сколько пересипывает и так далее. Фальшивые купюры мужчина обнаружил только через 5 дней. Сотрудниками полиции ведутся оперативно-оростные мероприятия. Около 18.00 на улице Красных Зор, 15, произошла кража телефона. Женщина, приехавшая из Тверской области к родственнице в Обнинск, по дороге в такси потеряла свой телефон, общей стоимостью в 10 тысяч рублей. Гостья сразу же восстановила сим-карту и купила новый телефон. Но по пути во дворе многоэтажного дома женщина встретила двух мужчин. И, как ей показалось, им было очень тоскливо. Дама решила взять ситуацию в свои руки и, купив горячительные напитки и закуску, разбавила мужскую компанию. Я бы купил закуски, а не взять, и... В какой-то момент женщина ненадолго отлучилась, после чего они продолжили свой пикник. Когда компания разошлась по домам, женщина обнаружила пропажу недавно купленного телефона. Стражам порядка предстоит установить личности злоумышленников. В дежурную часть города Обнинска позвонили обеспокоенные соседи жилого дома номер 8 по улице Мира. И сообщили о том, что в их доме вскрыта квартира. По предварительной информации, в данной квартире недавно произошло возгорание. А дверь вскрывали сотрудники МЧС. Прибывшие на место сотрудники полиции провели комплекс следственных мероприятий. Теперь им предстоит найти хозяина пустующего жилья. В 19.00 на проспекте Маркса 102 в одной из квартир произошла драка с применением холодного оружия между гражданами ближнего зарубежья. На данный момент двое мужчин находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Остальные два участника поножовщины скрылись с места преступления. Причину и все обстоятельства происшествия выясняются. В те же 19.00 на улице Звездная 5 в продуктовом магазине была задержана пара, которая уже не в первый раз была привлечена к административной ответственности за подобные нарушения. Молодые люди украли бытовой химии на сумму 1300 рублей и были задержаны сотрудниками охраны на выходе из магазина. Меру пресечения установит суд. Сейчас мы прервемся на короткий блок рекламы, а после в продолжении программы «Экстренный выезд» вы увидите. Истина в вине. В Волгнинске была задержана группа лиц, промышлявшая кражами алкогольной продукции. Очаг азарта. В придорожном кафе на Киевском шоссе оперативникам из отдела по борьбе с экономическими преступлениями была обнаружена организация незаконного игрового бизнеса. Оставайтесь с нами. Через несколько секунд мы расскажем еще о нескольких громких происшествиях, случившихся в Первом Волгограде. 13 июля в отделение ОМВД по городу Волгнинску поступило тревожное сообщение от женщины. Оно утверждало, что ее удерживают в квартире насильно. По прибытию следственной оперативной группы на указанный женщиной адрес, оказалось, что мужчина четверо суток насильно удерживал свою бывшую жену, применяя к ней действия сексуального характера. Экс-супруг этих фактов не опроверг, однако заметил, что все происходило по обоюдному согласию. По истечению двухчасового общения с сотрудниками правоохранительных органов, женщина отказалась писать заявление. В СНТ-орбиту пожилой женщины-инвалида по зрению украли 40 тысяч рублей. 4 июля жительницы Обнинска решили навестить родственники с Украины, и она начала готовиться к встрече. Открыв прикроватную тумбочку, чтобы достать сбережения, которые находились в варежке, пожилая женщина обнаружила пропажу – денег, паспорт и сберкнижки. В краже ценностей женщина заподозрила свою сиделку, которая регулярно бывала в доме с 28 июня. Когда хозяйка сообщила ей об этом, сиделка стала отрицать свою вину и быстро скрылась из дома потерпевшей. По данному случаю ведется следствие. Следующая кража произошла в 12.30 на одном из складов «Меркурий-Обнинск». Водитель приехал на погрузку товара, припарковал свою машину у входа и отошел на склад. Позже по камерам наружного наблюдения было видно, как рядом с автомобилем приостанавливается иномарка без регистрационных номеров. Из нее выходят двое мужчин. Один из них проник в кабину, а второй стоял рядом и следил за ситуацией во избежание случайных свидетелей. Когда владелец грузового автомобиля вернулся в машину, то обнаружил пропажу сумки, в которой находилось 31 тысяча рублей, планшеты, документы. Просьба все, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, позвонить по телефону 02-498-02 и 498-03. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется. В 16.30 произошло ДТП на 103-м километре Киевского шоссе при движении на Калугу. Автомобиль марки Hyundai остановился на запрещающий сигнал светофора. Водитель Opel, видимо, не успел среагировать и врезался ему в заднюю часть кузова. Обе машины получили легкие механические повреждения. Им потребуется ремонт. К счастью, оба водителя остались целы. В 14.00 в отделении банка на улице Аксеново из кассы пересчета поступили две фальшивые купюры. Первая поддельная банкнота номиналом в 1000 рублей была доставлена с продуктового магазина по адресу Энгельса, 10, а вторая номиналом в 5000 рублей с магазина на Курчатова, 11. Обе фальшивки были настолько плохого качества, что отличить их можно было невооруженным взглядом. В 16.30 на 12-м километре трассы А-108 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Митсубиши, выезжая со стороны Боровска, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Киа. Ехала из города Балабаново в сторону Боровска, по этой полосе, на встречу едет черная машина, вот так виляет и быстро приближается ко мне. Мы ехали очень медленно, мы успели немножко сместиться, но не успели увильнуть. Сами все нормально, целые? Да, мы быстро вылезли, и ребята, которые ехали за нами, они нам быстро все отключили. Потом вышел из той машины мужчина, очень от него пахло, и он не понимал, что он сделал. То есть неадекватное состояние? Да, он просто свалился в траву. В автомобиле Киа, помимо женщины-водителя, находилось еще двое маленьких детей. К счастью, в этой аварии обошлось без пострадавших. По предварительной версии, водитель Митсубиши был в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял сотрудников ГИБДД и угрожал скорейшим увольнением. 12 июля в 18.00 двое молодых людей зашли в магазин по адресу улицы Звездная, 5. Спрятали за пазуху две бутылки мартини и одну бутылку коньяка. Прошли мимо кассы, скрылись в неизвестном направлении. На следующий день один из подельников был задержан в этом же магазине в попытке повторной кражи алкогольной продукции. Но благодаря администрации магазина злоумышленник был задержан. При обнародовании личности выяснилось, что мужчину зовут Александр. Он ранее судим по статье 228. Освободился из мест лишения свободы в 2009 году. Данный гражданин находился в розыске из-за ранее совершенных им мошеннических действий. При детальном расследовании оказалось, что кража алкоголя, совершенные 7 и 8 июля в продуктовом магазине, произвел Александр со своим подельником. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Энгельса, 23, был задержан третий участник кража алкогольной продукции. Молодой человек по имени Николай, который участвовал в преступлении, совершенном в магазине по адресу Звездная, 5. Он ранее был судим за разбой, освободился из мест лишения свободы в феврале этого года. Сотрудниками полиции был задержан еще один преступник, промышлявший на территории города кражами. Задержание мужчины произошло при попытке им совершить мошеннические действия. Первую кражу он совершил на улице Энгельса, забрав дневную прибыль у девушек, занимающихся конами и катаниями. Вторая кража произошла около торгового дома «Коробейники». Здесь злоумышленник незаметно вытащил портмоне из кармана мужчины. Наказание за содеянное установит суд. В соседнем Собнинском и Ларославинском районе расследуется уголовное дело по факту убийства 48-летней женщины. В ночь с 13 на 14 июля даму зарезал ее 42-летний сожитель. Супруги поссорились и в пылу гнева мужчина схватил нож и несколько раз ударил благоверную в грудь и шею. Пока несчастность текала кровь, ее супруг удирал с места преступления в соседнюю деревню. Однако уже вскоре злоумышленник был задержан полицейскими и опрошен. Следователями направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. Утро 14 июля началось с аварии на 101-м километре Киевского шоссе. При совершении поворота водитель грузовика «Мерседес», не рассчитав дистанцию и радиус, врезался в стоящий автомобиль «Тойота Тундра». Водители не пострадали, а вот пикап получил большие повреждения передней части кузова. Угонщики, но не преступники. В 11.40 у автосалона «БН Моторс» Рено владелец МАЗа оставил его на стоянке, чтобы присмотреть новенький автомобиль для своей дочери. А вот когда в 12 часов он вышел из салона, его машина не оказалась на месте. При детальном изучении всех обстоятельств происшествия полицейские выяснили, что автовладелец приобретал автомобиль в лизинг, и у него образовалась задолженность. В результате сотрудники кредитной организации забрали автомобиль. Теперь в этом споре придется разобраться полиции. 13 июля в студенческом городке Ятен два младых человека около 20.00 припарковали три велосипеда к дереву. И закрепили их тросиком. Утром следующего дня ребята не обнаружили их на месте. Общая сумма ущерба трех велосипедов составила 33 тысячи рублей. Стражам порядка теперь предстоит выяснить детали этого происшествия. 15 июля в дежурную часть Обнинска был доставлен подросток, пытавшийся совершить кражу в одном из магазинов Наукограда. 17-летний юноша хотел пронести мимо кассы колбасу и хлеб, однако был замечен охранниками, которые вызвали полицию. В ходе установления личности задержанного выяснилось, что молодой человек находится в федеральном розыске. Больше месяца назад он сбежал из дома в Костромской области. Все это время парень находился в Московской области, после чего приехал в Обнинск. В настоящее время на несовершеннолетнего составлен административный протокол, а сам юный правонарушитель помещен в Центр временного содержания, где и будет содержаться до передачи инициаторам розыска. В 13.30 сотрудниками ОБ была проведена проверка изъятия игрового аппарата в придорожном кафе «Очак», что находится по адресу Киевское шоссе 33. Автомат был признан игровым, так как в нем существует купюроприемник, сама игровая часть и место для выдачи денег. Также была вставлена купюра для проверки рабочего состояния. Находясь на территории кафе, сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще один нерабочий игровой автомат. По данному делу был составлен протокол о изъятиях самих аппаратов, которые по закону запрещены на территории Российской Федерации. На данный момент проводятся разыскные мероприятия. В 16.00 в дежурную часть МВД с улицы Красных Зорь, 13, был доставлен мужчина примерно 40 лет, в неадекватном состоянии, задержанный, закован в наручники. Гражданинец, цензурный выражался, разбил стекло чужой машиной, несколько раз ударил ногами по боковой части кузова, оторвал зеркало с правой стороны и проник в машину. О происходившем хозяину автомобиля сообщила соседка, и тот незамедлительно вызвал полицию. В отношении дебошира будет возбуждено уголовное дело. Вечером возле центрального входа в торгово-развлекательный центр «Триумф Плаза» разгорелся конфликт между двумя автомобилистами. Я когда подъехал к этой стоянке, смотри, места нет. Он стоял на проезжей части. Он это кто? Вот это вот товарищ водитель на машине «Матрик». Я за ним встал. Затем я вижу, место освободилось вот в этом районе, с левой стороны. Он стоит не двигаться, я объезжаю его, и аккуратно стою, паркуюсь на это место. Затем я отъезжал и вернулся опять назад, к этому магазину. Встал у этого магазина, значит, стою, и этот товарищ тоже стоит на «Матрике». И говорит, ты слишком близко со мной рядом проехал. Вот примерно вот таких вот размеров, это размеров где-то 35-40 сантиметров, стесаны на ширине где-то порядка 20 сантиметров. Я говорю, хорошо, если я это сделал, покажи, каким элементом машины я это сделал. Он ходил-ходил, элементов не нашел, которым я это сделал. И в результате, его психоз, он при этом принимал траву, жевал вот эту вот, как она там называет. Он из азиатской внешности, да? Да, он и есть из азиатской внешности. Узбек, он, по-моему, воссат его здесь зовут. Вот. И его психоз достиг максимума и говорит, раз у меня так, значит, я буду делать и на тебе, и на год, значит... Повредил ваш автомобиль. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто прав, а кто виноват в данной ситуации. Еще 11 июня в торговом центре «Триумф Плаза» сотрудник магазина «Цифровой техники» со своим знакомым провернул схему покупки товара незначительной суммы. Телевизионного кабеля на сумму около 1000 рублей. А по факту выдал игровую приставку стоимостью 29 тысяч рублей. Это было отчетливо видно по камерам видеонаблюдения. Сотрудники полиции составили протокол по данному делу. На данный момент работник магазина скрывается, чем ухудшает свое положение. 16 июля в 11.20 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Кобицынская Маркса. Пожилой мужчина на «Фиате» выезжал с проспекта Маркса, то притормаживая, то вновь продолжая движение. И неуверенными маневрами спровоцировал ДТП. Автомобиль марки «Волга» врезался в заднюю часть кузова старенькой иномарки. Оба водителя не пострадали. Через 40 минут произошло еще одно ДТП с участием двух автомобилей. В ГСК «Волга» на улице Лесная проводились работы по укладке асфальта возле одного из боксов. Груженый «КамАЗ» выполнял один из маневров и, видимо, не заметил автомобиль «Рено», который подъезжал к своему гаражу. Больший груз слегка подмял под себя переднюю часть кузова легковушки. Повреждение, которое получила иномарка, потребует ремонта. Около 12.20 произошло очередное мошенничество по адресу улицы Курчатова, 51. Жительница Наукограда, предварительно сняв деньги с банкомата, шла оплачивать коммунальные услуги. Навстречу ей шел молодой человек славянской внешности, который якобы случайно нашел пачку денег и предложил проходящей мимо женщины поделить крупную сумму. Когда дама попалась на уловку мошенника, тут же появился другой мужчина кавказской внешности, который потребовал вернуть его деньги, которые он случайно обронил на тротуаре и попросил открыть сумку, чтобы проверить наличие своих денег. Мужчина вытащил паспорт, затем кошелек женщины, после некоторых манипуляций вернулся вещи обратно, затем скрылся. Ошарашенная женщина только спустя некоторое время обнаружила пропажу своих денег. По камерам видеонаблюдения с хлебозавода было видно, как данные мужчины садятся в машину, где видно марку и номер. Возможно, это поможет сотрудникам полиции отыскать преступников. В 14.30 в ТЦ «Триумф Плаза» в гипермаркете произошла кража. Охраной магазина был задержан мужчина, 39 лет, житель города Малый Ярославцы, укравший дорогостоящие колбасные изделия, которые он спрятал в штаны. По прибытию сотрудников правоохранительных органов был составлен протокол. Сумму ущерба устанавливается администрация гипермаркета. Буквально через полчаса на перекрестке улиц Курчатого мира произошло ДТП по классической схеме. При выезде с улицы мира водитель автомобиля Нива резко затормозил перед пешеходным переходом, а сзади ехавший водитель рейндж-ровера не успел среагировать на столь быстрый маневр и врезался в заднюю часть автомобиля. Водители и пешеходы не пострадали. На сегодня это все. Не забывайте заходить на наш сайт, где вы всегда найдете выпуск программы «Экстренный выезд» и других передач телеканала «Обнинск ТВ». Адресная строка в интернете www.obnestv.ru А самые интересные и захватывающие видеокадры, снятые вами, вы можете присылать на нашу электронную почту. Берегитесь, а до встречи. Всем хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»